Я получила вас урок, детям сотен. Один раз вы мне приснились, я услышала ваш голос, когда приезжали ко мне. Кому еще я приснился, поднимите руку. Вот смотрите, послушайте меня внимательно. Я ночью специально этим занимаюсь. Я хожу и постоянно кому-то присыпаюсь. А на самом деле, если вы хотите знать правду, то вот это очень удивительно, когда вы видите старшего во сне. Это очень важно, потому что в это время с вами общается сам Господь. В это время, пожалуйста, запомните, как выглядит этот старший перед вами. Самое главное не то, что он говорит, а как он выглядит. Потому что вы в это время видите Бога, не человека. Просто он принимает форму человека для того, чтобы вам давать знания. В этом мире мы недостойны видеть Бога. Поэтому он не показывает себя. Если Бог покажет нам себя, то все наши проблемы, все закончится. Судьба сгорит. То есть человек уже незачем будет здесь жить, на этой земле. Поэтому Бог не показывает себя, чтобы мы учились жить, сами добивать. Но иногда, когда человек верит старшим, то он верит Богу. Потому что Богу можно верить только через старших. Или через иконы, через книгу священную. Понимаете? Ну то есть Бог так создал в этом мире, что мы Ему верим через старших. И голосом старших Бог говорит, если старший ведет себя смиренно, как слуга. То есть он не выпендривается, а просто хочет помочь. И вот вы должны были убедить это, почувствовать, как действует Господь, если Он пришел к вам непосредственно во сне. Спасибо. Спасибо.